сегодня у меня на обзоре небольшой универсальный рубанок почему универсальный потому что размер у него средний ширина рк 50 миллиметров длина его 26 сантиметров рот примерно 2 миллиметра глубина рта то есть это позволяет в общем-то и заниматься грубой работой либо же для финиша он в общем-то тоже годится если хорошенько настроить тружкалу вот сейчас я покажу его в работе по традиции на твердый породе на мягкий здесь у меня есть непальская деревяшка называется оград довольно твердая здесь есть красивый такой сучок сейчас на его стругание на помню рот довольно широкий то есть миллиметра 2 на вскидку даже 3 2 с половиной миллиметра лезвие едва виднеется то есть настроен на очень тонкую работу на финиш вот стружка как бы такая немножко волниться потому что стружка лом очень близко к рк очень быстро ломает ее в стружку но тем не менее как бы идет очень гладко никаких проблем так с одной и с другой стороны все блестит одинаково дальше у меня тут кусок сапели сапели в общем то как мне кажется довольно не не привередливая порода но тем не менее да встречаются капризные экземпляры стружка лом чуть я отодвинул от твердой кромки сапели тоже вопросов нет все очень гладко и красиво есть у меня вот такой кусок сосны с красивыми сучками хочу чтобы было видно место стучком и как рубанок в общем то по нему идет без каких-либо вопросов немножко не достает ширины лезвия заготовка чуть больше чем ширина но тем не менее вот то место где сучок она дает такую вот хорошую гармошку но тем не менее видно что до и после сучка стружка одинаково поверхность тоже вот 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 есть у меня еще такая заготовка по моему это орех по крайней мере мне очень сильно напоминает она орех по текстуре и по характеру этих пор ну как бы как я уже не раз говорил с орехом с ним строгать это все равно что даже не знаю какое такое приличное подобрать сравнение очень приятно с ним работать вот опять несмотря на то что волокна тут вообще в разные стороны все отделывается очень красиво и блестяще вот вот такое стружка лом такое лезвие Сейчас финиш само собой произведен на японском натуральном природном камне Изначально угол заточки был довольно, как это сказать, маленький То есть я угол увеличил, поэтому вот эта плоскость сейчас не касается камня Только вот та, которая начинается вот отсюда Ну это все нюансы То есть такое вот красивое лезвие с такими замечательными параметрами Кому интересно, пишите Спасибо